Мы говорим с вами сейчас о чем? О том, как влияют отношения на жизнь человека. Мы до этого говорили с вами, что не надо близкие отношения строить с недоразвитыми людьми. А теперь мы говорим о чем? Что очень сильно надо строить близкие отношения с доразвитыми людьми. С теми людьми, которые способны на эти отношения. Потому что они, эти близкие отношения, меняют судьбу сразу. Что значит меняют судьбу? Сейчас объясню. У нас в судьбе есть три зоны. Есть зона чистоты и света. Если мы на нее настраиваемся, мы побеждаем судьбу. Есть зона, в которой есть выбор, там хорошо, плохо, там такая муть. И есть зона грязи. Понимаете, если я настроился на грязь, значит я улькнул вниз в жизни. То есть я в депрессняк попал, в какой-то запой, еще куда-то. Причина, почему я нырнул вниз, я начал строить близкие отношения с невежественными людьми. Как это может происходить? Я вчера на лекции говорил, телевизор включил, начал смотреть какой-то классный фильм, а человек, который артист, который играет, он невежественный человек, но вы не поняли этого. В результате вы пришли домой, нечаянно изменили жене, там нечаянно выпили. Результат, почему так произошло? Потому что у вас вот есть три слоя судьбы. Вы привязались с любовью, думаете там о каком-то артисте, но он невежественный человек. Допустим, вы, ой, какой классный артист, но он невежественный человек. Дальше ваша жизнь неожиданно входит в нижний слой, означает жесть. Ну то есть судьба начинает жестить с вами, вы себя не контролируете, какие-то люди попадаются непонятные, что-то все не так идет. Почему? А потому что вы очень близкие отношения строите с каким человеком, который вот так живет. Ну то есть вы переключились на нижнюю панель передачи, то есть ваша жизнь пошла в нижнем слое. Почему? Потому что вы этот выбор сделали, то есть вы любите такого человека. Кого любишь, таким и становишься. Выставка собак, выставка собак. Нет, это выставка хозяева собак. Леонтьев поет, надо мне эту песню скачать. Я все вспоминаю, сегодня скачаю. Классная песня. Ну то есть и клип такой идет. Хозяева собак выглядят как собаки. Ну такие же прически, такие лица, все то же самое. Почему? Близкие отношения. Дальше со страстным человеком. Вот допустим человек в страсти, ты кино посмотрел или ты с ним начал общаться, допустим дружеские отношения. Ну со страстными людьми как вот обычно близкие отношения устанавливаются? У них есть только один вид дружбы, это дружба выходного дня. Ты с ним поехал там отдыхать куда-то там и начали бы разговаривать там. Но он не может, понимаете, страстный человек, для него близкие отношения означают, что мы говорим о чем, где мы отдыхали, какие мы крутые, какой у нас бизнес там, как мы вообще всех сделали и так далее, какие бабы были там, какие мужики были. Ну то есть вот такая тема. Если вы с ним начинаете говорить, а ты знаешь, есть Бог. Он там тебя смотрит и говорит, Говорит, доцент, ты же, говорит, в это время сидел. Какая Великая Отечественная война. То есть доцент начал с ними говорить о сокровенных вещах, а мы в окопе там. Доцент, какая окопа. Понимаете? Ну то есть называется не в ту ботву заехал. Ну то есть если ты поехал отдыхать со страстными людьми и с ними говоришь там о том, как по бабам там, как отдыхали, как все классно, мы всех сделали, то ты получаешь возможность очень хорошую выйти вот в этот слой жизни, в котором человек находится в страстях. У него нет свободного времени, у него нет времени пробежку сделать. Он постоянно в накале находится, он не может себя контролировать, он не может найти время сказать жене добрые слова. Почему? Потому что он погрузился в этот слой страсти, в котором жизнь это накал, свободного времени нет, и человек просто идет куда? К перенапряжению. И слому потом психическому. Все. Вот это такая жизнь. То есть она нужна для того, чтобы понять, что так нельзя жить. Больше ни для чего не нужно. Песню вспомнил на этот счет. Классно очень. Вот, кстати, по отношениям прям супер вообще просто. Вот она песня. Думаю, какую же песню вам включить. А вот она как раз. Это не наша песня. Это страсть. Теперь благость. Со страстью вместе. Мистер. Уведет. Мистер. Мистер. Ха. Я с тобой заговорюсь, тут и я там был, я костюм купил, я в субботу в 5 часов женюсь. Какой результат таких отношений? Предательство. Ну то есть женюсь в субботу не на тебе. Понимаете, да? Ну то есть нельзя близкие отношения со страстным человеком строить. Вот потеряешь себя. Вот мы вчера на лекции, женщина говорит, я что-то так, мы жили, жили, бац, я стала унижаться перед ним, потом он на меня бросил. А почему? Потому что он страсти, а ты начала с ним сердечные отношения строить. Он начал над тобой давлеть, ты унизилась, все, унизилась, стала некрасивой, значит не нужна, до свидания. Как изменить человека в страсти? Нужно заниматься рядом с ним духовной практикой и постепенно, со временем пробуждать в нем совесть. Когда совесть проснулась, пожалуйста, можно совесть приватить. Но это длинный путь, на работе не подходит. На работе надо понять, кто уже как бы выбрать, и потом уже развивать.